Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня по традиции я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. Хорошую новость для многодетных мам озвучил глава нашего государства. Он поручил повысить соцвыплаты и дать по полмиллиона тенге безвозмездно. На какие цели расскажем в этом выпуске. Гражданин звучит гордо, а дважды гражданин наказуемо. Что грозит тем, кто имеет два и более документа разных стран, удостоверяющих личность. Рак – это уже не приговор. Но что делать, если лечение больные получают на списанном оборудовании? Об этом и многом другом сегодня в программе. Нурсултан Назарбаев утвердил состав нового правительства Казахстана. Напомним, отставка Кабинета министров произошла именно из-за социальных вопросов. Несмотря на прозвучавшую критику главы государства, некоторые члены правительства, которые работали под руководством Бахаджана Сагентаева и которые должны были уйти в отставку, остались в Кабмине. В состав правительства также вошли новички и те, кто вернулся в кабинет спустя какое-то время. Так, экс-аким Актюбинской области Эмбердебек Сапарбаев стал министром труда и соцзащиты населения. Он родился в Казалардинской области, доктор экономических наук. Куляш Шемшидинова стала министром образования. Ранее она занимала пост главы правления Назарбаев интеллектуальной школы. Также занимала различные должности, включая учителя химии средней школы. Гульшара Абдекаликова назначена заместителем премьер-министра. Ранее она занимала пост государственного секретаря Казахстана. Родилась в 1965 году, окончила Джамбульский технологический институт легкой и пищевой промышленности, кандидат экономических наук. Роман Скляр стал министром индустрии и инфраструктурного развития. Имеет три высших образования. Трудовую деятельность начал в 1989-м. С лесарем-монтажником. Позже работал инженером по технике безопасности и в различных коммерческих структурах. С 2005 года занимал различные руководящие должности в государственных ведомствах. Руслан Даленов назначен министром национальной экономики Казахстана. Родился 8 февраля 1975 года в городе Целиноград. В 1999 году окончил университет в Стамбуле по специальности экономист. Трудовую деятельность начал в 1999 году в Министерстве государственных доходов Республики Казахстан и занимал должности ведущего специалиста. Сапархан Омаров занял пост министра сельского хозяйства. В 2014 году он был назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана. С марта 2016 года был депутатом жилиса парламента. Ну а новым премьером стал Оскар Мамин. Он прошел профессиональный трудовой путь, начиная от рядового производственника до первого вице-премьера страны. Как высказались в парламенте, он был акимом Астаны в непростое время. Он был и министром, поэтому депутаты считают, что Оскар Узакпаевич с теми задачами, которые поставил президент по наращиванию темпов производства, по сокращению импортных товаров и по улучшению социально-экономического положения в стране, справится. 53-летний уроженец Астаны Оскар Мамин считается жестким и эффективным менеджером. В разные годы он занимал должности мэра столицы, министра транспорта и коммуникаций, руководителя национальной железнодорожной компании «Хазахстан-Темаржола». Аналитики отмечают доверие президента Нурсултана Назарбаева Оскару Мамину. Профессию инженера Мамин получил в Целеноградском инженерно-строительном университете. Она экономиста выучился в Российской экономической академии имени Плеханова. Владеет казахским, русским и английским языками. Уважаемый Нурсултанович, представленный вами кандидат Астана Оскар Азапаевич, нам хорошо знаком, знаем его как сильного производственника, и как вы рассказали, и город он сделал в министерстве, он позволял, опыт накоплен большой. Ну и самое решающее, конечно, то, что вы предлагаете, для нас ваш выбор, это без сомнения, считаем, что правильный. И фракция наша, Абжол, эту кандидатуру поддержит. Знаем Азапаевича как очень опытного специалиста, патриота нашей страны, и думаем, что он сможет реализовать все поставленные задачи. Политолог Талхат Халиев полагает, что новому премьер-министру Азапаевичу предстоит принять на себя роль антикризисного менеджера. Причем вполне возможно, что этот процесс будет сопровождаться серьезным аудитом эффективности министерств до каждого работника структурного подразделения. Очевидно, это может встретить сопротивление чиновничьего аппарата, однако трудно устоять перед напором профессионального хоккеиста. И, в принципе, от него будет зависеть очень много, потому что направления, которые поставил президент, они именно направлены на социальную политику, то есть для того, чтобы наш народ жил лучше. Вот сейчас все силы, новый премьер бросит на эту тему. От того, что там люди поменяются, может быть, хорошей изменения будет, потому что, тем не менее, какое-то новое направление, в любом случае, какие-то новые взгляды, новое видение. Тем не менее, аппарат-то работает, власти все равно надо смотреть вперед, и поэтому, мне кажется, здесь самое главное еще раз сплотиться нам, как депутатам, членам правительства, чтобы мы вместе еще раз взялись на те или иные направления, которые сегодня глава государства поставил, для того, чтобы в кратчайшие сроки, вот особенно вопросы касательно социальной сферы, в кратчайшие сроки консультуально решить. Объявляя о своем внезапном решении отправить правительство в отставку, президент Назарбаев говорил о срочной необходимости активизировать экономику и повысить уровень жизни. Но для реализации этих целей новому Кабмину понадобятся деньги, а сколько денег выделят из нацфонда, будет известно в среду. Боржанжи Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Хорошая новость для многодетных мам прозвучала на совещании в Кабмине, которое прошло на этой неделе. Новый министр труда и соцзащиты населения Бердебек Сапарбаев рассказал, какую помощь окажут многодетным в городах и на селе. Так стало известно, что матерям дадут безвозмездно по полмиллиона тенге на открытие своего дела. Но если, конечно, они найдут время для бизнеса, ведь многодетные матери заняты воспитанием детей. Им будут выдавать гранты и микрокредиты, а также позволят работать на дому. Для этого организуют обучающие курсы, к примеру, шить одежду или печь хлеб. Это станет официальной работой многодетных мам. Также, по словам Сапарбаева, уже этим летом многодетным семьям увеличат пособия. Кроме этого, было сказано о том, что уже этой весной начнут строить многоэтажные дома, квартиры в которых смогут арендовать многодетные матери. Самыми востребованными в тот день у представителей СМИ были министр труда и министр финансов. После выхода из Кабмина их сразу окружила пресса. И вот что стало известно. С 1 июля начнут выплачивать по 21 тысячи тенге многодетным семьям на каждого ребенка. Выплаты будут ежемесячными по достижению ребенка 18 лет, либо по достижению им 23-летнего возраста, если он станет студентом высшего учебного заведения. При этом процесс получения денег планируют автоматизировать, а также уменьшить количество требуемых для получения соцпомощи документов. Но и это еще не все. Также, по словам министра, будет усилена поддержка семей детей-инвалидов. Размеры пособий увеличат с 31 тысячи тенге до 41 тысячи. Эту помощь получат 100 тысяч граждан, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и лица старше 18 лет первой группы с детства. Позже состоялся очередной съезд партии Нур-Аттан под председательством президента нашей страны Нурсултана Назарбаева. Основными его поручениями также стала поддержка многодетных семей, семей с инвалидами, выделение арендного жилья для помощи малоимущим и многодетным, повышение качества образования и медицины. Все подробности в материале наших столичных корреспондентов. Этого съезда с нетерпением ждали многодетные матери. Президент обещал выделить из нацфонда деньги и помочь многодетным матерям. В воздухе завеяло интригой. Итак, как стало известно сегодня, на реализацию новых поручений главы государства направят более 2 триллионов тенге. Президент поручил выделить эти деньги в ближайшие 3 года. Хотя общая программа помощи называется «10 целей на 10 лет». То есть помощь будет оказываться постепенно. Но где же взять такую большую сумму, спросил президент. Это более 6 миллиардов долларов. Половину, более триллиона тенге возьмут из нацфонда. Еще триллион возьмут из бюджета. Но для этого еще нужно собрать налоги. Причем больше, чем собирается сейчас. Как же это сделать? Обратить внимание на таможню. Президент высказался о непрозрачном таможенном администрировании на границе с Китаем. Но и этого будет мало. Впрочем, главный казначей пообещал, что умерит аппетиты чиновников. Не только в связи с Китаем. Это в целом по улучшению налогового и таможенного администрирования, а также за счет оптимизации расходов наших администраторов. За счет этого будет найден дополнительный 1 триллион тенге в течение ближайших 3 лет. То есть 19-20-21 год. И они будут направлены именно на финансирование тех поручений, которые сказал главный старший. Президент поручил платить многодетным по 21 тысяче тенге на каждого ребенка. Установить минимальную выплату на каждого ребенка в многодетных семьях в сумме около 21 тысячи тенге. Кроме того, президент поручил решить жилищный вопрос многодетных матерей. Поручаю правительству построить в рамках программы Нурлужер более 40 тысяч арендных квартир, преимущественно для малообеспеченных семей и числа многодетных. Как отметил лидер нации, помощь получат только те многодетные семьи, которые действительно нуждаются в пособиях и жилье. Потому что в обществе есть разные слои, разные категории. Есть бизнесмены многодетные, есть руководители крупных предприятий, они тоже многодетные. Но есть люди, которые нуждаются в этой помощи, где нет совершеннолетних членов семьи, либо кормилец, он не работает. Вот на этом мы должны обратить внимание, трудоустраивать, обучать, переобучать, устраивать на работу, либо с помощью микрокредитов дать возможность заработать самому. И в такой семье люди, дети особенно, вырастут трудоспособными. Также президент Назарбаев поручил повысить пособие на 30% родителям детей-инвалидов. Кроме того, Ельбасы поручил выделить 120 миллиардов тенге на развитие первичной медицины. Нужно открывать в шаговой доступности поликлиники на первых этажах домов, отметил он. Кроме того, как сообщил президент, расширение сети местных дорог – ключевая задача Кабмина. Поручено выделить на эти цели 350 миллиардов тенге. Также важнейшими приоритетами выступает обеспечение доступа всех жителей страны к чистой питьевой воде и проведение масштабной газификации. На эти цели поручено выделить 140 миллиардов тенге. Как видите, чиновники будут тратить более 2 триллионов тенге – соблазн великий. Поэтому, как отметил Ельбаса, каждый член правительства и Акимы будут нести персональную ответственность и лично отвечать за результаты работы. Нур-Отану совместно с администрацией президента поручено создать Центр оценки и мониторинга реализации госпрограмм. Отчеты будут докладываться лично президенту. Как заметил лидер нации, некоторые Акимы игнорируют население. Не забыли и про сельчан. Президент Казахстана поручил выделить 90 миллиардов тенге на поддержку сел. Проект будет называться «Аул Ельбисига» – село Колыбель Народа. На его реализацию выделят 90 миллиардов тенге. Кроме того, президент поднял проблему развития окраин крупных городов. При этом Нур-Султан Азарбаев поручил разобраться с резиновыми квартирами в столице. Я вспоминаю, эту проблему решал город Алматы когда-то. Там приняли решение, если в квартире на каждого жителя 15 квадратных метров, но сейчас уже больше стало, нельзя никого прописывать, запрещено. И каски там есть, полиция поработала. Каждым домом походили, что нельзя. Почему в Астане, в других городах это не сделать? То есть, если надо законодательный порядок, есть какой-то порядок. И уже под занавес съезда стало известно, что Асхар Мамин и Дариха Назарбаева вошли в состав бюро полицовета партии «Нур-Отан». А в заключительном слове президент отметил, что нас ожидают парламентские и президентские выборы. В воздухе снова завеяло интригой. Чтобы пройти это, нужно быть облаченным доверием народа. Я хочу видеть, как счастлив народ сегодня, а не завтра, заключил лидер нации. Боржан Жайхмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. И снова поговорим о коррупции. В своих интервью и выступлениях глава государства Нур-Султан Азарбаев нередко затрагивает тему борьбы с коррупцией. Говоря об этом явлении, президент часто применяет такие выражения, как «зло», «поблажек не будет», «ни родственники, ни братья, ни сватия», «никто не может быть защищен, если он совершает коррупционное преступление». Хотелось бы вернуться на три года назад. В 2016 году Казахстан во второй раз стал участником глобального исследования «Барометр мировой коррупции» – Transparency International. «Барометр мировой коррупции» проводит опрос граждан и рассматривает практический опыт их столкновения с коррупцией, взяточничеством и дает оценку респондентов относительно коррупции в основных государственных институтах и готовность граждан предпринимать активные действия против этого явления. Когда проводили исследования, людям задавали всего лишь один вопрос – платили ли вы взятки за получение государственных услуг в течение последних 12 месяцев. 29% респондентов ответили, что давали взятки. Восприятие коррупции в разрезе институтов показало, что наиболее коррупционными респонденты считают правоохранительные органы, руководители бизнес-компаний, судей и работников судов. Наименьшее число респондентов считают вовлеченными в коррупцию высокопоставленных чиновников. Сами граждане признали, что чаще всего платят взятки дорожным полицейским за получение пособий по безработице в судах при рассмотрении гражданских дел. Менее трети опрошенных заявили, что давали взятки за устройство на работу, за устройство ребенка в детский сад и школу, за получение социальных выплат, медицинских услуг и получение официальных документов в госорганах. На этой неделе в Уральске прошло совещание, на котором сообщили, что порядка 20% всех коррупционных преступлений приходится на департамент уголовно-исполнительной системы. За последние два года было выявлено 370 фактов коррупции среди сотрудников МВД Казахстана. Такие данные сообщают представители агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции области. Также они озвучили ряд конкретных примеров уголовного наказания за коррупцию. Сколько бы ни заявлялись трибун о мерах недопущения по учению и дачи взяток, на деле факты коррупции регулярно фиксируются. Уголовно-исполнительная система оказалась одной из самых коррумпированных среди подразделений МВД. В период с 2015 года за коррупционные преступления по Западно-Казахстанской области осуждены 5 сотрудников ДУИЗ. Как заявил представитель следственного отдела антикоррупционной службы области, анализ в этой сфере за последние несколько лет свидетельствует об отсутствии сдвигов в снижении уровня коррупции. Начиная с 2015 года антикоррупционной службы области привлечено 51 сотрудник системы МВД, которым было совершено 84 уголовных правонарушений. Причем с каждым годом количество привлеченных лиц и совершаемое количество правонарушений только возрастает. В июне 2015 года за хищение денежных средств к пяти годам лишения свободы осужден начальник РУС-170-2 Габдушев. В марте 2017 года к выплате штрафа осужден начальник службы пробации ДУИЗ Нагметов. Также в марте 2017 к семи годам лишения свободы осуждены исполняющие обязанности заместителя начальника РУС-170-2 Шайхиев и оперуполномоченный Боязитов, которые получили взятку в сумме 200 тысяч тенге от осужденного за оказанное содействие в досрочном освобождении. Сейчас на рассмотрении находится дело главного бухгалтера ДУИЗ по западно-казахстанской области ДУИЗ Нагалиевой по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки. В ходе досудебного расследования установлено, что ДУИЗ Нагалиева в период 2017-2018 года вносила фиктивные сведения, выписки из пенсионных дел к пенсионным ДУИЗ Пазыковым, на основании которой была необоснованная численно повышенная пенсия, а также под предлогом передачи денежных средств должностным лицам Государственной корпорации правительства для граждан мошенническим путем присваивал указанное денежное лицо. Тем самым действием для сингалитета государства причинен ущерб на сумму более 7 миллионов тенге. Начальник ДУИЗ также прокомментировал этот факт. По этому моменту был наказан мой заместитель, Апахан Абхан Маркевич, и мы оба получили взыскание за этот факт. Данный факт, он действительно всю нашу область, перед всей республикой, везде, показал в большом негативе. Это было отмечено и министр, это озвучивал наш министр внутренних дел, я уже не говорю, что председатель нашего комитета и все остальные, которые очень жестко к этому подошли. Согласно указу президента республики, уже к 2020 году порядка 90% государственных услуг будут оказываться в электронном формате. По мнению представителей Департамента по делам госслужбы, отсутствие человеческого фактора поможет снизить уровень коррупции. Марина Горбук, Монорбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. А сейчас по традиции поговорим о новостях в мире экономики. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Гульнара Умарова. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, уважаемые телезрители. Гульнара, что нового произошло за эту неделю? Ну, нового то, что весна вроде только начинается, а летний отпуск уже, считай, испорчен. Это почему? Ну, потому что туроператоры решили все-таки по-своему считать. Поменяли валюту, неизвестно по каким причинам. И теперь вместо доллара считают в евро. То есть путевка в Турцию, Египет, как мы уже привыкли, обойдется гораздо дороже. Ведь, как известно, курс-то на 100 тенге выше у евро. Да, действительно, это получается, что теперь многие казахстанцы, да и россияне не смогут поехать в отпуск? Да, не забывай о том, что у нас единый Евразийский экономический союз, так что это, я думаю, отразится на многих. Сейчас, в пример, Казахстана возьмут тоже многие. За рубежом тоже, кстати, чаще переходит в евро, потому что он как бы надежнее считается. Ну, все подробности, конечно, в финансовом обзоре, а говорить мы будем совсем о другом. Новые поручения президента обойдутся бюджетом в 2 триллиона, и на социальную поддержку населения выделят 1,3 триллиона. При этом наибольший объем средств будет направлен на усиление социальной поддержки некоторых категорий. Это порядка 1,3 на 3 ближайших года, из них 226 небольших миллиардов тенге на 2019 год. На обеспечение жильем отдельных категорий граждан дополнительно требуется 300 миллиардов по 100 миллиардов ежегодно. Отметили министры, и по их словам, особое внимание будет уделено развитию региональной инфраструктуры и объем финансирования до 2025 года составит свыше 9 сотен миллиардов. При этом из республиканского бюджета в 2019 по 2021 годы планируется дополнительно направить на это 320,9 миллиарда. Из них в 2019 году 90 миллиардов, а из местных бюджетов для финансирования проектов потребуется выделить 101 с небольшим миллиард. В 2019 году 32 миллиарда. Социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать рост издевенческих настроений. Главная задача государства – обеспечить людям работу, чтобы они зарабатывали себе на жизнь. Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и носить строго адресный характер. Повышение качества жизни и конкретные действия – вот к чему призвал новый премьер-министр. Глава кабинета говорил о новых рабочих местах диверсификации экономики, развития и бизнеса. Одним словом, задачи те же, но двигаться нужно уже эффективнее, шустрее. И региональная политика и тарифы ни один пункт не должен остаться без внимания, сказал новый премьер. Если на прошлой неделе мы говорили об ипотеке под 2%, то теперь речь пошла о жилищном кредите без первоначального взноса. Такое предложение внес депутат Мажелиса и бывший заместитель Акима нашей области Бахтияр Макен. До конца года будут вручены 10 тысяч сертификатов жилищных и в рамках госпрограмм, но и этого, как говорят, недостаточно. А еще нужно повысить зарплату молодым специалистам, убеждены депутаты. Программа «Молодежная практика» не столь эффективна, как хотелось бы. Нужна прозрачность по предоставлению информации о том, сколько человек на самом деле прошли практику и сколько из них трудоустроены. Ну а самое главное, говорит Бахтияр Макен, это объединиться и сообща с другими депутатами решать все проблемы. А вот другой депутат Альберт Рау призвал жить посредством. Сколько зарабатываем, столько и тратим, сказал народный избранник. Макроэкономическая стабильность, реальные доходы и сбалансированные бюджет. Вот эти три кита, на которых держится экономика любой республики. Теперь наша цель – технологическая модернизация, цифровизация экономики. И, конечно, никто не против этого. Однако пока конкретного четкого плана он не предоставил. Предложение, надо сказать, разумное и своевременное. Главное, чтобы это все реализовалось. Долги на 100 миллионов долларов списали жителям Объединенных Арабских Эмиратов. Главная цель – это обеспечение достойной жизни, максимальный уровень социальной стабильности. А 13 банков и госфонд договорились простить кредиты местным жителям. Фонд аннулирует долги по принципу договоренности. Половину кредита гасит правительство, половину банк. А вот объем мирового госдолга достигнет 50 триллионов долларов в 2019 году. Треть из него составляет США и Китай. И в целом в странах с развивающейся экономикой в среднем 50% от суммарного ВВП. Это долги, которые связаны прежде всего с пережитыми за последние десятилетия финансовыми кризисами. А еще понадобится около 10 лет, чтобы оправиться от долгового времени. И хотя банковская система стала более надежной, просвета пока не видно. Глобальные инвестиции сократились в два раза. На самом деле финансовый обзор должен был быть обычным и рядовым. Рассказать я планировала о востребованности нашего меда у китайцев, об экспорте и трудностях табачной отрасли. Но в свете последних событий со сменой правительства, реорганизацией ведомств и назначением новых министров, как говорится, поживем и увидим. Всего доброго. Гражданин звучит гордо. И сегодня поговорим о двойном гражданстве. Что хотелось бы сказать? Во-первых, вопрос о выборе гражданства той или иной страны является личным выбором человека. Никто в Казахстане не подвергается общественной обструкции из-за смены гражданства. Во-вторых, никто не отсекается отечественников, сменивших гражданство от исторической родины. Бывшие казахстанцы свободно приезжают в страну, общаются с родственниками, ведут бизнес. Никто не мешает экс-гражданину любить свою родину, так как любовь к ней не регулируется правовыми нормами. Мировая практика свидетельствует о том, что запрет двойного гражданства широко распространен как в развитых странах Японии, Германии, Чехии, Австрии, Испании, Норвегии, так и в развивающихся Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Таиланд. В то же время законодательство США, Канады, Турции, Марокко, Финляндии, Швеции, Австралии предусматривает весьма лояльное отношение к множественному гражданству. Конечно, наличие двойного гражданства значительно упрощает жизнь человеку, который вынужден много времени проводить в другой стране или регулярно пересекать ее границу. Наличие двойного гражданства позволяет иметь более одного паспорта, при этом каждый паспорт имеет много личных и туристических преимуществ. Это позволяет путешествовать за пределами страны, в которой вы проживаете. С несколькими паспортами вы получаете доступ к большому количеству стран. А еще некоторые жители Казахстана используют различные схемы и получат гражданство, например, в России, не подавая заявления об отказе от гражданства в Казахстане для того, чтобы пользоваться льготами обоих государств. Например, получают пенсию и тут, и там. За прошлый год, по данным МВД, в Казахстане было выявлено 15 260 граждан Казахстана, имеющих гражданство другой страны. Из них 555 человек были привлечены к ответственности, 102 человека выдворены, остальные выплатили штрафы. При этом уже бывший министр Касымов тогда признался, что системной работы по выявлению лиц с двойным гражданством фактически нет. Как выявляется двойное гражданство? В основном через пограничные службы, через гособеспечение. В Уральске за прошлый год было выявлено 27 фактов двойного гражданства. Такие данные приводят в миграционные полиции. С начала текущего года зарегистрировано уже два случая. Правоохранительные органы напоминают, что за это предусмотрен не маленький штраф, а в отдельных случаях даже уголовная ответственность. Ежедневно в миграционную службу обращаются десятки граждан по разным вопросам. Кто-то восстанавливает документы, а есть те, кто желает получить гражданство Казахстана. Например, Гульжан Лукпанова приехала из Астрахани в Уральск на постоянное место жительства. И никаких проблем с оформлением документов у неё не возникло. Мне было выдано вид на жительство, и второй раз обратилась в 2018 году в конце для приёма гражданства РК. Хочу отметить слаженную оперативную работу работников миграционных услуг. Зато проблемы с законом есть у других по правилам. Если казахстанец получает гражданство другого государства, документы нашей страны он должен сдать в обязательном порядке. И наоборот. Однако не все выполняют требования. Оба документа люди оставляют себе. А когда всё выясняется, приходится платить крупный штраф. За использованный казахстанский документ будет сумматься штраф в размере 100 МРП, согласно административному кодексу. За несвоевременную сдачу казахстанских документов в течение 30 календарных дней с момента получения иностранного гражданства рассматривается административным судом города Уральска. Штраф присмотрен в размере 200 месячных расчётных показателей. Или же заменяется водоворением за пределы территории РК. В миграционной полиции предупреждают, если скрывать факт двойного гражданства, последствия могут оказаться не самыми приятными. Можно получить даже уголовную ответственность. В прошлом году был зарегистрирован один факт. Женщина получила пять лет лишения свободы. Условно. Доступность к онкологической помощи – одна из самых важных тем здравоохранения. Многими людьми это заболевание воспринимается как смертный приговор. Но на сегодняшний день это далеко не так. Врачи уже научились лечить многие формы этого заболевания. Современные технологии позволяют выявить развитие злокачественной опухоли на доклиническом этапе, когда ещё ничего не болит. Именно поэтому врачи регулярно напоминают о том, что необходимо проходить скрининговые обследования. Если ранее с этим заболеванием боролись хирургическим способом, то сегодня медицина шагнула далеко вперёд. Вы когда-нибудь слышали о томотерапии? Это как раз и есть один из новейших методов лечения четвёртого поколения. Томотерапия может применяться в лечении любых опухолей при показаниях к лучевой терапии. Радиоактивное излучение с высочайшей точностью направляется на опухоль, а встроенный компьютерный томограф определяет форму, размер и положение опухоли за считанные секунды до начала сеанса. При использовании данной системы излучение на прилегающие к опухоли здоровые ткани значительно сокращается. Этот метод лечения в Америке называют революционной инновацией. Впервые томотерапию стали применять в США в 2010 году. Причём среди пациентов были и дети. Благодаря точному и безопасному облучению раковые опухоли исчезли без побочных эффектов. На сегодня в мире всего около 120 подобных аппаратов. Большая часть находится в США. Также два таких аппарата есть в Астане, причём в самой последней модели. Пациенты успешно проходят лечение. А вот в Уральске онкобольных умудрились лечить на списанном оборудовании. Это выяснилось в ходе громкого судебного процесса. На скамье подсудимых оказался учредитель фирмы, который поставил в областной онкологический диспансер бывший в употреблении коллиматор стоимостью в 200 миллионов тенге, используемый для лечения рака. Да, к сожалению, бывает и такое. Более подробно в следующем сюжете. Областной онкологический диспансер провёл конкурс по определению поставщика для приобретения многолепесткового коллиматора. Он является составной частью линейного ускорителя. Его излучение воздействует на раковые клетки, не причиняя вреда здоровым. Висенбаев произвёл закуп многолепесткового коллиматора, который не прошёл авторизацию, не соответствовал требованиям сертификации, требованиям ГОСТа, не имел идентификационных номеров. Одним из требований поставки этого оборудования являлось то, что оно должно было быть новым. Директор ТО «Кван-Семей» приобрёл у неостановлено следствием лица многолепестковый коллиматор, вариант 1998 года выпуска, который в 2002 году был смонтирован в США и демонтирован в 2015 году. Обман скрылся в 2018 году. Оборудование уже давало сбои. Приговором суда Бисенбаев признан виновным в мошенничестве. Бисенбаев был признан виновным и приговорён к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Статья предусматривает наказание от пяти лет лишения свободы. С лишением права занимать должности, заниматься предпринимательской деятельностью и занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Осуждённый обязан возместить нанесённый государству ущерб в сумме почти 200 миллионов тенге. Суд вынес частное постановление в адрес Управления здравоохранения области, в котором указал на факты нарушений при проведении конкурсных процедур. В 2018 году прошёл медаудит, в результате которого было выявлено то, что оборудование было бывшего употребления. Поэтому с этого момента его перестали использовать, потому что невозможно было установить его влияние на организм человека. И вот по сей день она не используется. Демонтировать мы его не могли без решения суда. Теперь, так как мы имеем уже на руках решение суда, данная оборудование, естественно, будет демонтирована, она не будет использоваться в дальнейшем. И в рамках государственного частного партнёрства планируется приобретение нового уже коллиматора. Отметим, что суд не смог установить, как повлияла работа списанного медоборудования на качество оказания медицинских услуг. Роман Копняев, Айбулат Жегипар, Александр Грабриев, ТДК-42. Сейчас поговорим о новостях в преступном мире. Обо всём подробнее расскажет мой коллега Сергей Уланов в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Какими новостями сегодня поделишься? В Западно-Казахстанской области с начала года было зарегистрировано два факта вылова рыбы осетровых пород, а именно стерляди. Сейчас материалы переданы в суд, и решение по ним пока не вынесено. Напомним, что вылавливать рыбы осетровых пород запрещено. Да, действительно, такой закон есть. Скажи, ну а что же делать, если рыба случайно попадётся в снасти? Даже если рыба случайно попала в снасть, в таком случае её необходимо опустить, если это даже произошло в разрешённых для рыбалки местах. Угу. Очень интересно. А что же грозит тем, кто не отпустит? В таком случае грозит немаленький штраф. За один килограмм рыбы придётся выплатить 250 тысяч тенге. Угу. Действительно, сумма большая, поэтому, наверное, лучше всё-таки отпустить. И так, штрафы можно избежать, и рыба останется целее. Что ж, продолжаю, тебе слово. Спасибо. 27 февраля произошёл взрыв в жилом доме в Таразе. Трое погибли. Предварительной причиной взрыва названо «Неосторожное обращение с газовым оборудованием». В результате взрыва произошло обрушение первого третьего этажей. Три человека погибли на месте, три человека находятся в больнице. Один из них в тяжёлом состоянии – это 14-летний мальчик. Ему сделали операцию. Пациент с большой степенью термических ожогов получает интенсивную терапию. Президент Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Таразе. Он заметил, что местные власти и сами люди должны быть ответственными в вопросе исправности газа в домах. Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра прибыла на место трагедии. Ведётся досудебное расследование. Я получил информацию, что в городе Тараз в результате неосторожного обращения с газом, газовым оборудованием в квартире, произошёл взрыв бытового газа. Погибли и пострадали люди. Я выражаю соболезнования семьям, близким этих людей. На месте взрыва, по моему поручению, выехала правительственная комиссия, разберётся и окажет помощь. Но большая страна, то там, то здесь что-то случается. В этих случаях же ведь в квартире газ пустить, наполнить, чтобы он потом взорвался. Кто-то должен прийти, премьер-министр, что ли, этим заниматься? То есть ответственность местных органов с одной стороны, ответственность каждой семьи за свою семью. Это тоже очень важно. 15 уральских школьников находились в автобусе, который столкнулся с большегрузом на трассе Уральска-Тырау. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта Западноказахстанской области. В результате аварии, которая произошла в Итарауской области, днём 26 февраля три человека погибли и 20 получили ранения. Позже стало известно, что погибшие являлись жителями Уральска. Кроме этого, различные травмы получили 12 из 15 ребят, которые ехали из Уральска-Ватарау на соревнования. Трое из 12 пострадавших школьников до сих пор находятся в медучреждениях. У одного из них травма бедренной кости, у другого подозрение на перелом рёбер, у третьего подозрение на перелом теменной кости. Руководство автопарка сообщило, что за рулём находился опытный водитель, который ни разу не попадал в ДТП. По его словам, виной всему была скользкая дорога. Автобус занесло, и он оказался на встречной полосе, по которой двигался грузовик. Ведётся следствие. Сборная команда спортивного клуба «Урал», они ехали на соревнованиях в городе Атрау. 15 человек, детей, поехали на рейс в автобусе. На сегодня мы точно получили всю информацию. Трое ребят находятся в Махамбетской больнице, районной больнице. Трое ребят в Гиндерской больнице. Остальные ребята в Атрау. Трое ребят абсолютно здоровые, и с ними ничего не произошло. В принципе, все дети под наблюдением. Трагедия на пожаре. В посёлке Миловые Горки загорелся дачный дом в обществе «Стеновик». Сообщение о возгорании на площади 80 квадратных метров поступило около часу ночи 27 февраля. Первый пожарный расчёт прибыл на место через 20 минут. Пожар потушили в 4 часа утра. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, из-за утечки природного газа произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка произошло разрушение части стены дома. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, из-за утечки природного газа произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка имеется разрушение части стены дома. На место пожара выезжало 13 человек личного состава и 3 единицы техники. Труп направлен в СМЭ для определения причины смерти. Данные владельца, личность погибшего, причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. 27 февраля днем фельдшера скорой помощи нашли повешенном в лесополосе близ Уральска. Об этом сообщили в департаменте полиции. В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что молодой мужчина работал на станции скорой помощи более пяти лет. По словам коллег, погибшего он был ответственным работником, спокойным, добрым и отзывчивым. Поэтому назвать причины случившегося никто не может. Тело мужчины 1992 года рождения было обнаружено в лесопосадке у поселка Зирков. Сейчас оно направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследованием занимается приуральный отдел полиции. В уральский пассажирский автобус маршрута номер 5 насмерть сбил мужчину. ДТП произошло около восьми часов вечера на улице Жангирхана 28 февраля. Автобус ехал по улице Жангирхана в сторону города. ДТП произошло в районе остановки Жизера. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. По данному факту ведется расследование. 28 февраля текущего года примерно в 20-30 поселок Зачиванский водитель 1985 года рождения, управляя маршрутом автобусом номер 5 в пути исследования по улице Жангирхана напротив магазина Феникс допустил наезд на пешехода гражданин 1966 года рождения, который переходил по проезжую часть дороги на неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. По данному факту управление полиции Куртуральская начало судебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В Уральске мужчина силой отобрал у женщины 150 тысяч тенге. В полиции сообщили, что преступление было совершено 27 февраля в час ночи в поселке Зачиганск возле автозаправочной станции по улице Жангирхана. В настоящее время даны признательные показания, деньги частично изъяты, находятся под подпиской о невыезде, расследование ведет Зачиганский отдел полиции. Уважаемые телезрители, на этом криминальная хроника подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. В завершении программы поговорим о дошкольном воспитании, а точнее о детских садах. Нужно ли ребенку ходить в детский сад? Если не все, то многие родители задавались таким вопросом. Считается, что детский сад является по-настоящему необходимым звеном в развитии каждого ребенка. В саду с ним занимаются профессиональные педагоги, которые его научат читать, писать, считать и так далее. Конечно, времена, когда детский сад был единственным местом, куда можно было пристроить ребенка, канули в лету. В современном мире есть масса возможностей для раннего развития и дополнительного образования малышей. Всевозможные школы, студии, секции и кружки на любой вкус и кошелек. Да, у родителей, работающих целый день, выбор невелик. И садик является оптимальным вариантом. Утром отвели малыша, вечером забрали. Сытого, довольного, с новыми знаниями и интересными подделками. Это при условии, что садик подобран правильно, а его штат состоит из опытного и заботливого персонала, что очень важно. Все мы помним случаи, когда над детьми, в прямом смысле слова, издевались няни. Поэтому к выбору детского сада нужно подходить основательно, чтобы быть спокойным за своего ребенка. Расстраивает тот факт, что все-таки нарушения в детских садах имеют место быть. В областном департаменте общественного здоровья сообщили, что в некоторых детских садах Уральска не соблюдались санитарные нормы. Помимо этого, были зафиксированы жалобы на сотрудников дошкольных учреждений. Как обстоит ситуация на сегодняшний день, расскажут наши корреспонденты. По данным областного управления образования, в области функционирует 507 дошкольных организаций. 61 из них – частная. Дошкольным воспитанием и обучением охвачено свыше 30 тысяч детей. Специалисты заявляют, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в дошкольных организациях стабильна. Но в прошлом году выявлен ряд нарушений. В 2018 году проверены по особому порядку, то есть плановые проверки, 15 частных дошкольных организаций. В ходе проверок обнаружены нарушения санитарных правил. Это отсутствие производственного контроля, своевременное неустановление теневого навеса, наличие кишечных палочек в готовых блюдах, несоответствие дезинфекционных средств заданной концентрации, несоответствие фактического рациона питания с утвержденным меню, несоблюдение условий хранения продуктов питания. Работа педагогов также играет важную роль. Как рассказал представитель управления образования Светлана Тимиргалиева, к специалистам поступил ряд заявлений от родителей на деятельность педагогов, но вопиющих случаев в Уральске не зафиксировано. При приеме на работу в учреждении дошкольного образования уделяют большое внимание квалификации и репутации педагогов. Были же заявления родителей на действия некоторых педагогов, на действия организации образования, в том числе в частных. В пример конкурсе будет несколько педагогов участвовать, то, конечно, дошкольные организации могут предъявлять требования к стажу, педагогическому стажу, и чтобы у них были категории. Руководители местных дошкольных учреждений считают, что состояние детских садов, оборудование, организация питания и поведения педагогов полностью зависят от директора учреждения. Я считаю, как педагог, если педагог работает или в дошкольном учреждении, или в школе, или в других учебных заведениях, педагог должен быть как стимул для всех, и для детей, и для сотрудников этого учреждения. Самое главное – погода должна быть в учреждении, в дошкольном или в школьном учреждении, потому что это главное – это работа с родителями, это работа с сотрудниками, это работа с детьми. Родители же говорят, что обстановку в дошкольных учреждениях дети всегда чувствуют. Обращение педагогического коллектива отражается на поведении детей. Я это замечаю уже по отношению ребенка к садику. Если ребенок идет с удовольствием в садик, если ребенку это здесь нравится, соответственно, это уже понятно, что его любят, его ждут здесь. При выявлении нарушений санитарных норм на руководителей организации накладывается штраф, а при грубом поведении педагогов в отношении сотрудников и тем более детей представителям образования грозит серьезная ответственность. Путь до увольнения и заведения уголовного дела. Марина Горбук, Нурван Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова